всем здравствуйте кто смотрел мое прошлое видео знает что я начал собирать погрузчик мини погрузчик в прошлом видео сделал сцепление автомобильное а в это видео хочу укоротить мосты у меня вот два моста есть три или четыре даже два моста шестерочных есть кто не знает как определить какой мост в общем если заблокировать одно колесо примеру и крутить за второе то и надо считать сколько прошел сделал оборотов хвостовик вот если пример здесь один оборот а там почти два ну за 10 оборотов если хвостовик сделал 19 и 5 видно с половиной оборота это значит шестерочный мост это можно один оборот сделать если меньше двух оборотов сделал но чуть-чуть не дошел до двух оборотов хвостовик значит это уже шестерочный потому что меньше чем 19 и 5 не бывает 19 половиной а если уже сделал больше 20 зашел там уже надо считать потому что бывает 25 21 и 5 бывает 22 и 5 не дошел это знаешь 19 5 это шестерочный мост я сюда положим на столик 25 это троечный 21 и 5 это копеечный и 22 и 5 вроде тоже это уже двоечный для того чтобы его укротить мост надо его разобрать у меня вот мосты без барабанов были не хуже снимать не надо для начала надо открутить вначале одну полуось вот я ее уже открутил тут четыре болта и снять она снимается он легко выбивается потихонечку бьешь и выбивается и слить масло вот я уже приготовил чего сливать буду сейчас солью полуось и вытащу вторую сторону тоже разберу и потом уже вам покажу лось я снял открутил с ним и открутил редуктор еще не снимал он снимается вот вроде все хорошо на первый взгляд редуктор надо снимать если его надо переворачивать наоборот если не надо то можно даже не снимать его а просто обрезать и все надо переворачивать его но сейчас объясню на примере делать трактор по такой вот схеме двигатель сзади и коробку в ту сторону то надо мосты переворачивать если двигатель развернут наоборот бывает под сиденьку ставят и у него шки в эту сторону то тогда мосты не надо переворачивать и также если спереди примеру двигатель спереди он прямо стоит шкивом сюда то не надо переворачивать а если двигатель развернут и стоит сверху коробки то надо переворачивать не знаю про но объяснил нормально ненормально вроде понятно все но из-за того что я хочу такую же схему делать не надо переворачивать мосты кто не знает вот здесь вот пишется вот вас 2106 11 к 43 но если уже сомневаетесь когда крутите то вот здесь можно прочитать чтоб перевернуть редуктор в мосту просто перевернуть мост не получится так как здесь сливная горловина здесь сапуна это надо все переносить но это неудобно легче просто редуктор перевернуть а для этого надо вот это вот место чуть-чуть утопить она вот только можно сказать вот этим местом задевает вот за эту шестерню для того чтобы утопить надо вот на эти места как-то положить сейчас положим на кирпичи установил чтоб он на весу был и вот такой вот алюминиевый или дюралевый выкладкой постучал большим молотком кувалочка даже такой и все но она легко выбивается по резьбе стучать нельзя так забьешь и потом не выкрутить будет пробку вот самое главное вот что вот это место не задевала бывает что пробка короче это какая-то длинная сейчас покажу как поставить редуктор из-за того что вот здесь вот такие выемки есть редуктор надо вначале ставить правильно он вот так стоял а потом уже вот в этом месте переворачивать и все вот я его на место опустил ни за что не задевает свободно крутятся редукторе на два болта прикрутил ну первую очередь переворачиваю редуктор из-за того что чтоб не ошибиться в какую сторону надо короче в какую длиннее потому что редуктор смещен относительно центра в эту сторону будет короче полуось а вот и меньше после того как это сделал надо снять вот эти как ступица не ступица с обеих сторон чтобы их снять надо надпилить вот в этом месте вот здесь вот шов вам видно не видно и пилить надо вот по этому краю чуть-чуть заходя на этот на эту сварку вот по краю если посредине или сюда сместиться там права и она не это не отойдет надо по этому краю чуть-чуть не заходя на сварку но и с этой стороны также поэтому краю вот то что тут сварка маленько останется на этой ничего страшного и прежде чем вот это пилить тут надо ну вот так куда отпилить и туда по кругу и и здесь вот так вот вот эту железку убрать и здесь можно было пропилить сейчас вот этим будем заниматься пилить крепление и активной тяги отпилил ну и вот чтобы вам показать вот он шов а вот я пилю с этого края ближе к редуктору надо пилить сейчас от пилю и вам пока здесь я пропилил ну наверно уже можно ударить не знаю на глубину надо пилить ну сколько тут миллиметра 4 что вот этот буртик не спилить такого надо нужен чтобы центровать сейчас другую сторону также спилим планцы я спилил с обоих сторон теперь надо обрезать чулки с этой стороны смещен редуктор в одну сторону я отсюда до сюда меряю ну 25 а в эту сторону 17 но это получается не ровно 70 72 или 74 смотря как если барабаны поставить тормозные сюда вода они еще добавляют и как раз будет 74 а если без них ставить то 72 вот так я сделал хотел чуть-чуть пошире померил вот до этого то чтобы вот этого не убирать то 25 если у как раз по ней отпилить ну и в эту сторону уже сколько получилось чтоб одинаково было здесь 17 от редуктора до вместо спила но кому ровно 70 надо то можно вот по этой ну и сюда тоже короче уже будет это у других посмотрите сколько надо убить я вот так сделал можно сантиметр просто убавить здесь 19 5 здесь 16 и будет вам 70 это без барабанов а если с барабанами то еще по сантиметру надо убрать ну вот сейчас буду пилить сейчас начале вот эти уберу здесь спилю и эту спилю и здесь также так спилю эту спилю и потом отпилю уши я спилил чтобы не мешались здесь здесь и на начертил по кругу здесь вот относительно это как бы параллельно а тут тоже также параллельно чтоб не уйти куда-нибудь кость я обрезал оба и настал черед укорачивать полуоси полуоси все по-разному укорачивают кто-то шлицы нарезает кто-то просто сваривает я буду сваривать так как кто смотрел мой канал знают что делал мотоцикл с двигателем от девятки в коляске и там полуось я чисто сваривал вот там пусть на например вот такой же толщины и я чисто сварил даже не затачивал ничего наварил там грибок такой чтоб между ними расстояние было с пол сантиметра наверно может сантиметр и все это заполнил сваркой полуавтоматом чисто и это полуось все держала а там двигатель 70 лошадиных сил но не как здесь 15 но 20 и там удары не такие там как бы я шлифовал бывало с земли там на асфальт колесо попадал удары сильные и полуось все держала там я не бандажа ничего не сделала просто сварил и вот и поэтому я теперь все время но свариваю также я видел несколько роликов где шлицы были свернуты которые нарезали когда нарезаешь вот в этом месте тут толщина больше и снимают тоже но этот закаленный слой который твердый остается мягкое железо но его бывает сворачивает но я думаю что оба варианта имеют право на жизнь и сварка и нарезание лишь лицов но я буду сваривать так как это проще и быстрее сейчас покажу как это на как это я делаю если вот неизвестно какой длины должна полуось быть ну и там обрезал там нестандарта примерно вот как я сделал ну беру такую трубочку но это на 15 и вот вставляю вовнутрь вот тут у меня уже отмечено это я еще этой трубкой мерил но прошлый на прошлый погрузчик вот это вот длинная часть но с этой стороны вот она короткая все вот она туда заходит и там палец сателлитов и до него как раз это доходит после того как померил начинаем укорачивать лось надо для начала отпилить шлицы на длину ну там 10-15 сантиметров но я на 14 отпиливаю мне такая цифра просто больше понравилось сейчас отпилю и вам покажу я отпилил вот здесь 14 сантиметров и теперь надо чтобы узнать где второй пил делать надо плянец вот установить надеть на подшипник планец я одел надо его до конца одеть хорошо и после этого берем нашу мерную трубу вот представляем вот сюда вот а вот эта часть зайдет в чулок и вот до этой и выставляем как он положил по этой метке чуть меньше на я даже не знаю насколько там примерно сантиметр от сателлита до пальца и можно сантиметр можно там я так думаю от пяти миллиметров до десяти миллиметров в этого расстояния если сильно коротко он тоже туда далеко зайдет и вот эта часть не будет работать а если ну коротко сделать он не дойдет до туда и эта часть работать не будет вот где-то надо так скажем миллиметров 7 может 5 там и вот здесь отмечаем вот по длине это и уже вот здесь отмечаем здесь она будет как бы свариваться и длина будет нам нужно сейчас здесь лусь я отпилил и теперь надо ее сваривать раньше я все время сваривал в токарном станке но это как бы варить токарном станке не очень хорошо и я решил сделать приспособу чтоб варить вот потратил 15 минут но может 20 вот и вот две запчасти сейчас я и установлю и вам покажу и способ я установил здесь она на двух струбцинах а здесь просто в тиски зажата и все здесь поджимается это на 16 либо ну вот выставляем как бы ровно чтоб вот здесь вот примерно одинаково было все и смотрим когда вращаем где самый большой горб его вверх ставим и сделаем здесь вот такую жирную прихватку вот смотрю относительно вот этой две железки валялась вот их сварил что временно смотреть относительно чего было сейчас сделаю прихватку и потом поставим и потом вращая и ну стараемся выпрямить главное прихватку поставить со стороны горба если с другой стороны то ее просто разорвет и все а так она туда опустится там просто щелка появится и все вот я уже выставил более-менее не надо совсем там точно плюс минус потому что полуось сама тоже кривая лишь бы примерно не было там сантиметр бегал миллиметр 2 это ничего страшного и вот теперь прихватку вниз опускаем и делаем сверху прихватку поставили две прихватки с обеих сторон и теперь запиливаем вот так под зубило с обоих сторон этот способ я посмотрел на канале айнур абай сейчас запилю и вам покажу запилился с обоих сторон здесь тоже так же и сейчас он проваливаем собой сторон шов делаем но такой жирный хороший и потом смотрим куда надо постучать а потом но еще раз заполняем и так полностью заваливаем а не буду промежутки показывать сразу покажу готовую уже швы сделал решил полностью показать и смотрим вот подставляем и вот так вот отводим где бугор стучим потихоньку и потом еще заполняем заполнил все проварил и сейчас маленько обточим обточил вроде все ровно длину показать видно не видно вот упер вот насколько короче все сейчас продолжим сейчас будем фланцы приваривать после того как сварили лось и вставляем их на место вот вам видно не видно вот на таком расстоянии вот сейчас она уперлась шлицы вот зашла вот эти ставим примерно как они должны быть с этой чтобы плоскость вот это примерно совпадало здесь также что вот эти болты тоже как бы в этой же плоскости были и все и начинаем приваривать варить надо хорошо так как здесь масло и может выбегать как заваривать я приварил все все мягко крутится ничего не заедает в общем мост я можно сказать укоротил если не ставить сюда барабаны то вот эти держатели диска о этот тормозных колодок их них надо вот это вот вырезать середину ну вот так вот иначе вот эти вот не прижимаются полностью вот видно там щель вот этими болтами надо вниз это как бы сделано специально чтоб масло сливалось излишки все проварил хорошо приспособа которую сделал очень хорошо помогло приспособление хорошо помогло но единственное когда в токарном я укорачивал там я обратной стороной риса и здесь переворачивал и толкал это что бил молотком подбивала толкал и выпрямлял а здесь можно молотком постучать тут ничего не жалко и все нормально держится я думал будет ну вылетать все нормально можно стучать и все хорошо получается то что все равно жалко токарный станок в нем варить а варить все равно приходилось даже не просто прихватывать а приваривать иначе его вело и не видно куда она смещается на этом я это видео закончу надо второй мост укорачивать уже как его укорачивать буду не буду снимать вроде я все подробно рассказал наверно подробнее никто не снимал на этом все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой дзен канал и группу вконтакте на рутуб можете не подписываться так как там но ничего там не работает только до свидания